В прошлой теме я попытался обрисовать в общем виде суть ислама, что понимать под исламом, когда говорят ислам, что понимать. Сегодня я хотел бы конкретизировать это, потому что я в прошлый раз говорил. Если вы помните, я рассказывал о том, что в исламе внешние атрибуты, атрибуты это то, что человек, чем он придерживается, то, как он выглядит. Внешние атрибуты являются результатом исторического развития мусульманского мира. Ислам сам по себе, он не может исторически развиваться. Я хотел бы, чтобы вот в это поэтому слово «история ислама» – это противоречивое слово, выражение. Ислам не может иметь историю. Вы возьмите, например, какой-нибудь закон природы, например, гравитации. Гравитация – можно сказать «история гравитации»? Бессмысленность. Есть история изучения гравитации, это есть. И когда я говорю «история физики», имеют в виду не физические законы мира, а имеют в виду история овладения этим законом, история выяснения этих законов, то есть это «история людей». И физика понимается как то, что людьми написано. Потому что если под физикой понимать сами законы природы, тогда это было опять противоречиво. Закон природы не может иметь историю. Ну, конечно, в природе бывают некоторые вещи, которые изменяются со временем. Но сами по себе законы мира, если они законы мира, неизменные законы мира, они, конечно, не могут иметь историю. И то же самое с «исламом». Поэтому говорить «история ислама» – это бессмыслица. «Ислам» – это есть закон Бога, неиспоспанного. Если мы откроем с вами Гураник, я внимательно почитаю, по крайней мере двух аятов, так прямо и сказано. «Аллах вам» – я же не цитирую, смысл говоря. «Аллах вам» – сообщает о своих законах, «И эти законы Аллаха не меняются». Вот те из вас, которые хорошо знают Гураник, они должны вспомнить о них. Там сказано «законы Аллаха не меняются». Я даже могу вам сказать это. Это 33 сура, 62 аят. «Законы Аллаха не меняются». Там так программа написана. О чем тогда вообще, Тетрич, когда говорят «история ислама»? Вот то, что употребляется понятие «история ислама», это как раз и создает условия для того, чтобы люди путали ислам в мусульманство. И все недоразумения, все глупости, которые возникают в нашей жизни, в жизни мусульман, она связана с тем, что мусульмане путают эти понятия. Ислам из мусульманства. История ислама из истории мусульманства. Потому что когда мы говорим «стория ислама», очевидно, я имею в виду, что ислам был в то время как-то иной, потом он стал другой. Или же что-то произошло, которое изменило ислам. Это есть история, иначе слово «история без мусульманства». А если закон Аллаха, он не изменен, а сам Бог мне об этом говорил, зачем мне это говорить в ваших пользователях? Поэтому никогда не пользуйтесь понятием истории ислама. Ислам – это абсолютная вещь, которая существует у Бога вне времени, вне пространства, вне нашей жизни. Есть мы, нет нас. Ислам остается. И, кстати, когда вы в Гуране Керим читаете, что Гуране Керим взят из скрижат, «ляхм-яхуз» называется, и скрижали, которые у Бога существуют, вот оттуда взят, то вот это выражение, которое Бог хотел нам, ну, чтобы мы вообще чуть-чуть поняли вообще, что Он говорил, хотел нам это объяснить, это выражение сыграло еще одну свою черную роль в истории мусульманства. В истории мусульманства люди убивали друг друга. Там, я не знаю, политические какие-то эти были, из-за того, чтобы выяснить, сотворил Гуран Керим или не сотворил. Сотворил – это значит, из небес из скрижали нет. Это созданная вещь. Тогда там небес из скрижали написано, что она хранится в небес из скрижали. Суть Гуран Керим – хранится в небес из скрижали. Так сказано, к нему. А если не сотворил, тогда, значит, это есть небес из скрижали. И вот, например, мы-то залиты. Они были рациональными, они думали, что за это. Здесь конкретно речь идет о том, что когда сидите рядом с пророком, покушаете, покушали, встаньте, уходите, особенно не болтайте. Советует мусульман. Там есть конкретно про Абуляхаба. Ну что, неужели эти вещи, они еще до того, как человечество было создано, космос был создан, уже скрижали, а было написано, что когда кушаешь, вы этого так не делали. Или же к пророку подходит, а здесь слепой подошел, он как-то не так с ним обратился. И об этом тоже есть это, что, может быть, он спросил, верующий человек, зачем ты так с ним обращаешься? Ну вот это все это, неужели в скрижале было написано за миллионы, миллиарды лет тому назад, когда ни Абуляхаба не было, ни его жены не было, ни пророка не было, никого не было. Видите, какая-то глупость какая-то получается. Вроде бы это, и это, о чем идет речь. Когда речь идет о том, что небесно скрижали, это не означает, что вот эти слова, которые я здесь читаю, они были там. И вот эти эпизоды, которые я здесь читаю, они были там. Это означает, что то, что Бог хочет нам через вот эти слова, эти образы, эти притчи сообщить, это есть закон, который неизменен и создан Богом за миллиарды лет до того, как мы созданы. Закон. Точно такой же закон, как и закон притяжения, там законы химии, биологии, и так, но биология и химия. Эти законы, если бы Бог нам сообщал бы законы физики и химии, то же самое он сказал. Сказал бы то, что у тебя в учебнике физики, там, Пёрышкина, в школе, помните, проходили, написано, это его, суть оливинал, хранится скрижали, небеса скрижали, правильно, хранится, да. Потому что эти законы тоже Бог создал, и они неизменны, они созданы гораздо раньше человеку. Единственная разница в том, что законы физики созданы, когда физический мир возник, а законы нравственности, они созданы гораздо раньше, чем физический мир возник, потому что это есть основной закон мироздания. Поэтому, когда здесь написано закон Аллаха неизменный, это тот закон, который я обычно вам говорю, как закон нравственности, закон порядочности. Потому что кроме нравственности, порядочности, ничего нет здесь, и ничто не требует Бога от нас. Богу не нужно ничего. И вот, для того, чтобы мы, мусульмане, на ум силу Рим, которого Бог обычно видимо никогда отсюда не рассчитывал, чтобы что-то поняли, вот вам аят, который все знают, пропускают мимуши. Мы с вами сейчас прочитаем, это фактически выражает всю суть, в краткой форме, потому что Курам Харем, он в краткой форме выражает. Почему в краткой форме выражает? Потому что, я в прошлый раз, по-моему, о этом говорил, даже больше не помню, потому что он рассчитан на всех людей. И если подробно раскрывать смысл того, что вот то, что я сейчас говорю, и вот это одно фразе, которое будет сейчас мы прочитаем, раскрывать, то многие читали в Буране, многие в то время эти бедуины, которые кроме верблюда никого в лицо не знали, читали, но они вообще со скуки умерли, они ничего не поняли. Представляете себе, например, мы пошли куда-нибудь там кугу, да, куда можно поехать, вы какого-нибудь там взяли пастуха, который только что с коровой там общался, и ему дали лекции фейнмана. Что он будет с ним делать? Ничего просто будет смотреть, читать, а потом, наверное, бумага будет сыр заворачивать, Вот так, чтобы листы в Буране, Каире, не заворачивали сыр, потому что ничего не понимали. Буране, Каире не распространяется, он рассчитан на самый низкий уровень человечества, потому что низкий уровень, это интеллектуальный уровень, а вот при низком интеллектуальном уровне, может быть, высочайше, дравственном уровне, что и было тысяча. А это уже Бога в семье никак не ниже, чем интеллектуальный уровень. Более так, если речь идет о высочайшем интеллектуальном уровне бездравственности, и идет о высоком дравственном уровне без, абсолютно без знаний, то Бог абсолютное предпочтение дает так. То правда будет это без знания на высокой дравственности, и этот интеллектуал, который без нравственности, он создал тысячи законов природы, это открыл, создал, я не знаю, противники, что угодно, нулевую ценность если у него нет высокого нравственности, потому что ислам это закон нравственности, закон Аллаха это закон нравственности, больше ничего. Вот подтверждение этого я вам читаю очень известный аят, это аят 177-й 2-й сур. Вы послушайте, что говорит Бог нам? Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, полностью читаю до конца послушайте, но благочестив тот, кто уверовал в Аллах, судно демь, в ангел, писание, пророков, кто раздавал имущество, хотя оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и простящим воды, тратил его на рабов, совершал молитву, давал закят, потом я скажу, что вы заглядывали. Благочестивы, верные данные клятвы, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это те, которые правдивы, те, которые подавались. Еще раз читаю начало, послушайте внимательно. Благочестие состоит не в том, что вы обращали ваши лица на восток и запад. Это по конкретному поводу. когда вы знаете, что христиане, они во время своих молитв в храмах и так далее обращают лицом на восток. Потом я вам расскажу, откуда вообще это пройти. Потому что они обращают лицом, как это ни странно, алтарь. Кориалтарь есть, алтарь обращают. Сами не знают, почему это обращают. Евреи и евреи обращаются на запад. мусульмане сперва они обращались так же, как иудеи в Иерусалим обращались в Иерусалим. потом евреи начали претендовать на частном собственном как это будет. Посягают наше личное право частном собственном мы поворачиваемся вы поворачиваете и в общем там конфликты начались и тогда бог посылает аят которому сказано что поворачившись лицом к Мекке к Абата который стоит в Мекке в начале Мекке было средоточено многобожие и неверие Кяба там 360 этих стояли истуканов стояли идолов стояли и поэтому туда пророк не обращался лицом не так хорошо было обращаться это то же что мы сейчас с вами будем искать иначе обращаться лицом к цехам а для цеха нет это противно на обращаться к которые привели такое состояние и он обращался в Иерусалим туда поскольку вы знаете мусульмане они принимают все предыдущие религии и они верят святость и Иерусалима и Христа и Моисея пророка и сниспособленные им книги поэтому мусульмане спокойно обращаются лицом между Салим начинаются вот такое еврейское всякие эти расчеты и они оттуда отворачиваются и камер поворачиваются это вот такое историческая подоплётка но нас в общем-то исторический подоплётка абсолютно не интересует какая нам разница куда обращаем нас интересует что этим Бог хочет сказать а Бог в каждой фразе заключено там и конкретная ситуация и назидание потому что если вы почитаете Гураль горе внимательно то увидите там сказано что я не спасла тебе книгу и мудрость книга и мудрость постоянно идёт рядом обучать книге мудрости писание и мудрость вот книга это вот эта книга если последний книг идёт мудрость это то что у нас возникает в голове благодаря этой книге ничто на другом начинают иногда начинают фантазировать какие-то вещи о мудрости мудрость это то как мы реагируем на эту книгу начиная с пророка кончая нами потому что пророк тоже только этот знамочек ничего не знал и пророк тоже было поручено на основе книги что он мудрости то есть он правильно понимал и правильно говорил пророк это действительно пророк это не мы с вами то когда он говорил когда он думал действительно думал Великолепно, искренне и понимал Дуран Киарем, конечно, гораздо лучше, чем все мы вместе взяли. Но это, опять-таки, его мудрость была. Такая же мудрость, как и наша. Это уже с 7 разница. У нас может быть мудрости меньше, больше, но та же мудрость. Потому что мудрость – это и есть производный результат вдумывания в книгу Писания. И когда вдумываешься в книгу Писания, то за внешней ситуацией, ситуативностью, которую мы с вами встречаем, и за внешними притчами, которые мы с вами читаем, содержится глубокий смысл, который мы должны с вами понять, и который мы должны в жизни применить. Гураль Киаремис, одна интересная такая фраза есть. Гураль Киаремис спрашивает неверно, а что хотел он этой притче сказать нам Богу? Возьму какой ответ очень оригинальный. Гураль Киаремис, эта притча Бог одних из вас ведет истинный путем, а у других ведет в ад. Я не цитирую, я смысл говорю. На самом деле, притча, если притча пришла, или вот этот аят пришел, если мы с вами неверующие, то в внешней оболочке ничего не видим. Нулевая мудрость, никакой мудрости. Все. И шагаем спокойно, как раньше шагали, а куда шагаем, это известно. Вот если есть вера глубокая, и человек старается понять, что, потому что, когда он читает, он знает, что Бог этим что-то ему очень важное хочет сказать. Каждый аят, что-то важное нам хочет сказать. Даже если там вещь идет о Гуляхаме идет, о том, что кушайте, идите и так далее. То есть простейшие, примитивные вещи. Но если мы попытаемся с вами углубленно над этим размышлять, и если мы действительно в мудрости постепенно приходим, масса вещей там найдем. Вот когда мы находим с вами это, и когда к мудрости приближаемся, тогда уже Бог ведет нас истинным путем. Совсем в другую сторону идет. Вот давайте с вами подумаем, что это означает. Означает ли это, не имеет значения, куда ты поворачиваешься, в Иерусалим или в Мекку. Ничего подобного. Это частный случай. Это означает, что все, что ты делаешь в связи с исламом, в связи с исламом. Все, что ты считаешь необходимым в твоей жизнедеятельности, ты его создаешь, придумываешь и так далее, это все в благочестии не имеет никакого отношения. Когда ты заходишь в мусульманский город, и вот видишь весь этот вид мусульманский, эти мечети стоят. Эти минареты стоят, это одежда ихняя, эти типичные там, какие-то там, я не знаю, базары, магазины, надписи на арабском языке. Вот все, что ты это видишь, никакого значения нет. Оно имеет значение только в твоем быту. Понятно, что если ты там родился, живешь, прекрасно так и живешь. Но если вместо всего этого будут понасстроены небоскребы, если вместо вот этих мечетей, которые там стоят, будут поставлены, я не знаю, маленькие такие палатки, квадратные домики, минареты будет не такой, а будет там какой-нибудь такой маленькой площадкой, на которой будет стоять микроботик, тем более же на всем минареты микрофоны стоят. Просто микрофон будет стоять. Или столбу будут, на которой будет микрофон стоять. Никакого этого значения не имеет, потому что это оборачивается лицом на восток или на запад. На арабском языке там написано, на китайском языке написано. Никакого значения не имеет, это оборачивается на восток или на запад. А что имеет значение? Вот Бог-то нам говорит, это говорит не благочестие. А что такое благочестие? Благочестие это то, единственное то, которое отвечает мусульманина от неверующего. Только благочестие. И мы с вами все, единственное, к чему стремимся, это к благочестию. Если есть благочестие, рай обеспечен сто процентов. Потому что Бог от нас много благочестия хочет. Если нет благочестия, ничего нам не светит. Четырежды эти мечети по настроению. Раскошные мечети по-настоящему, что и делают, кстати. Это кроме чисто архитектурного интереса. Или привлечения людей. Там, я не знаю, там разные какие-то агитационные и так далее. Я сейчас не об этом говорю, что это плохо. Это хорошо, когда красивая мечеть. Но благочестие это не имеет отношения. К исламу это не имеет никакого отношения. Ты как-то в туфлях будешь, чарыхах, не чарыхах. Сидишь, когда на земле ноги так скрещиваешь, прямо вытягиваешь. На двух ногах стоишь. Не имеет никакого значения. На стуле ты сидишь, кресле сидишь, на диване сидишь. Мечети ты порасставил, предположим, роскошнейший диван. Но люди пришли, сели и полежа сидят в мечети. Благочестие не имеет никакого отношения. Просто бит глупую, это другой. Пришел, разлегся. Но благочестие это не имеет отношения. То есть от того, что ты на полосе сидишь в мечети. От того, что ты так одели. Никакого значения не имеет. Форма одежды ничего не имеет, кроме одного. Но твоя одежда должна выражать твое благочестие. Вот когда ты одеваешься, например, в чьем-то есть государство, которое... Пистолет представишь, горло, он галстук не одет. Вот так долго можно не сказать, что галстук это выражение неблагочестия. Или открытый воротник. Это выражение благочестия. По телевизору появляется человек, который начинает Гуран и Харим нам читать. Сидит в черном пиджаке. Белый папаки на голове. И в зеленой рубашке. Он вентилен, что это не выражение благочестия. Это как попугая делается. А ему по-другому скажут, что он обидится. Скажут, что ты что, я не мусульман, что... Потому что он думает, что вот ему... Внушили ему, что вот так одеваться. Смотрите, на голове он видит папаха на благочестие. Какой благочестие смотришь? Единственное, что ты твои лысы не показываешь. Это другое дело. Все думают, что у тебя шевелера. Но при чем на благочестие? При чем вот этот папаха вообще какая? При чем на папаха с Голландией? Вот чеченцы пока, они все папахи сидят. Если это национально мода, это прекрасно. То есть сидят, да кому? Традиция. Да, если традиция его сидят. Но если он вдруг это начинает выдавать за благочестие, вот тогда мы должны с вами открыть вот это. А я еще раз прочесть. Еще раз читаю. Благочестие состоит не в том, чтобы обращали ваши лица на восток и запад. Это очень важно. Это гораздо важнее, чем папаха. Потому что тогда, сейчас люди обращают свои лица в сторону Каабы, они думают, что они поворачиваются лицом к Богу. Это хорошо, что он так думает. Он себя хорошо ведет. Но это же бессмысленность. Бог что? На юго-западе находится, там сидит. Отсюда примерно 20 градусов от юго-запада. Там что ли? А тут вверх места его нету? А когда вот поворачивались, это было очень серьезное. Потому что на самом деле, как сейчас, все люди думают, что они обращаются к Богу. Тогда думали, что они обращаются к Богу. А Бог говорит, что не имеет значения, ты ко мне обращаешься, куда обращаешься, сюда обращаешься. Мне не это нужно. Тогда возникает вопрос. Если обращаться к Богу, это особого значения не имеет. То все остальное такое может иметь значение, все, что мы приписываем к мусульманству. Вот идем мы, например, сейчас в Мекку. Я говорю, о быте их. Поэтому между бытом мусульманского города, между бытом, я не знаю, западного города и так далее, и так далее, в самом по себе никакой разницы нет, если только с одним из них не связано благочестие, с другим не связано благочестие. Вот если связано благочестие, а с другим не связано, тогда, конечно, разница в сушествии. А что его благочестие? Вот сейчас мы с вами как раз это хотим прочесть. Разве Бог нам говорит, что благочестие стоит не в том, что вы обращали ваши лица на восток и на запад, то, естественно, возникает вопрос. А в чем тогда благочестие? Да раз Бог мне требует от меня благочестия, раз только благочестивый человек попадает в Рад, естественно, мы все имеем намерение попасть в Рад, да? Вам зачем нам попасть? Он говорит, что благочестие не в этом. Усердно я поворачиваюсь лицом на восток, потом поворачиваюсь на запад, не знаю, куда лицом повернуться, и вдруг раздается голос невестный, что не в этом благочестие, не это важно. А что тогда мне важно? Я обращаюсь к Богу с вопросом. И он мне говорит, вот послушайте, что он мне говорит. «Но благочестие кто? Кто? Уверовал в Аллаха». Значит, первое благочестие – это вера в Аллах. Куда бы ты ни поворачивал лицо. Если у тебя слабая вера Аллаха, то у тебя очень слабая благочестие. Далее. Ты уверовал в судный день. В ангелы, в писания, в пророков. Каждым из них мы будем специально с вами говорить. Я сейчас просто перечисляю. Посмотрите дальше. Значит, уверовать в Бога в судный день, значит, судного не я еще специально будем вам рассказывать, пророков в писании – это та часть, которую можно назвать верой. Потому что все это, что перечислено, все это не является абсолютно доказательным. Поэтому надо назвать верой. Поэтому ураль и верой в одном месте сказано – «Не видя Бога, уверовал в Бога». Это недоказательная вещь. Когда пытаются каким-то образом доказывать его, теряется смысл этого. Нельзя матери доказывать, что надо любить своего ребенка, которого она родила. Если матери доказывается, что надо любить ребенка, завтра можно спокойнее ей доказать, что можно не любить ребенка. Что и делается. То, что посредством доказательства идет, оно не имеет ценности, абсолютно ценности. Оно имеет до тех пор ценностей, пока доказательства существует. Поэтому те благородные дела, которые совершаются неуверившим, они не имеют никакого ценности. Ураль, херма, бутербейс, мы считаем, что это будет при этом. Например, вот, ребята, молодые ребята, которые ходили к сиротам, недавно мне рассказывали, к сиротам они ходили, чтобы помочь им. С ними вместе был один американец. И когда они пришли к сиротам, и тот пришел к сиротам. И разговор как-то зашел, и вдруг американец говорит, это мне очень нужно, я вот пришел, чтобы обо мне заговорить, чтобы популярно быть. Наши ребята, конечно, обалдевшие были от этих людей. Не понимают, что это такое. Мне они пересказали. Это типичная благотворительность Запада, потому что она построена на доказательстве. Доказательства еще и в свое время, еще в начале, в конце, прошлой декабы это было, пастеризм, да, мутерритаристы доказывали, прагматисты доказывали, что сделай хорошее, чтобы лучше жить. Правильно, он это сделал у нас и популярность, истинная нравственность, истинное чувство. Они бывают бездоказательными. Поэтому Буран и Киарин, вот на этих именно на них был сделан, что они уверовали, не видя Бога. Поэтому человек, который неожиданно завершает, потому что, а что ожидать? Когда человек рождается в мусульманской стране, с детства он привыкает к тому, что все про Бога говорят, все совершают намаз, все говорят о судне мне, у него автоматически это в голове сложилось. Вот как в свое время помните, вы в детстве, или же ваши родители в детстве постоянно вспоминали Ленина, Сталина, потом я знаю людей, которые когда Сталин умер, они три дня плакали. Нельзя сказать, что они совершенно уже идиотами были. С детства вбили в голову, ничего не понимали. Вот точно так же, когда ребенок рождается в мусульманской стране, и с детства ему все это становится абсолютно очевидным. Тогда, конечно, он растет все время в вере Бога. в судноте ангела, пророка и так далее, и только потом уже, когда он вырастает, он может поменять свое мнение, не поменяет. Это же другой вид. Но когда вот такие, как вы, сами, не имея для этого никаких вроде бы внешних указаний, вот не имея никаких внешних воздействий, вдруг абсолютно вера возникает в Аллаху, в судный день, в пророка, в Гурале Керем, вот это показатель того, что внутренняя нравственность, то, дух, который был дан нам при рождении Бога, а мы с вами создаем здесь образное выражение в Гурале Керемзе, то мы создаемся вами из материального, из глины, или чего-то не имеет значения в данном случае. Мы созданы из материального целиком, и как материальное мы вполне можем спокойно жить, потому что у нас есть и психика, у нас есть и разум, у нас есть все биологические данные для того, чтобы мы жили, мы прекрасно видим, как кошки, собаки, обезьяны живут. и мы с вами созданные из глины, то есть из материального созданного, мы с вами прекрасно жили бы, никаких у нас проблем не было, но вот этой веры не было. Ты обезьяне никогда не объяснишь существованию Бога. и поэтому огромное количество людей, которые недалеко вышли от обезьян, но обезьяны еще могут обидеться от собак, вот им никогда невозможно объяснить, потому что у них вот этот дух, который после того, как Бог создал нас из материального, там сказано в Уране Киаре, я вдохнул в них от своего духа. Вот этот дух это либо работает, либо человек своими неизменными желаниями заглушает этот дух, тормозит его. Вот когда неизменное желание тормозит дух, после этого человек никогда не может увидеть Бога. Это невозможно. Ну, буквально с этого уверовать. А вот когда дух остается чистым, то неожиданно совершенно вот в такой обстановке, какой мы с вами живем, причем тут Бог вообще, что хорошего от того, что Бога поверят. Многие из вас, я знаю, например, девушку, которая дома били за то, что она веровала. Вот несмотря на это, возникает абсолютнейшая уверенность в том, что Бог существует, не видя Бога. И никто не сможет объяснить, почему он решил это. Не надо решать. Точно даже даже мать мать никогда не решает, надо любить своего ребенка или не надо любить. Родился ребенок, мать автоматически уже не может не любить, потому что это уже срабатывает из земли. А у человека срабатывает дух. Сегодня меня интересует другой раздел, на который я хочу обратить особое внимание. Вот посмотрите, хвостик веры, вот это глубинное, абсолютно необходимое, вера, вот потустороннее божественное. Посмотрите, что идет. Значит, благочестие это вера вот в это. И дальше что-нибудь благочестие? Послушайте. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, судный день в Ангелах Писания пророка, кто раздавал имущество, хотя оно было ему дорого. Все, что ты, как за признак мусульманства признаешь. И очень важная вещь, это поворачиваться лицом в какую сторону. Это важно. Вот все, что есть, которое ты признаешь, это форма, архитектура, образ жизни, и так далее, и так далее, и так далее, все это говорит остаточное. Все может быть очень интересно, важно, хорошее, благочестие не имеет отношение. Вот если ты хочешь, чтобы быть, здесь в конце написано, это те, которые правдивы, те, которые богат боязни, если ты хочешь быть из тех, которые правдивы, а правдивы еще дороги, правдивы, которые истинным путем идут, значит, если ты хочешь, чтобы ты был из тех, которые правдивы, богат боязни, благочестивы, то уверуй в это и раздавай имущество. Если даже она тебе дорога. Второе. Вера судный день. Вера судный день, если нет, значит, понятие того, что есть потусторонний мир. Есть судный день. Есть тот момент, когда мы с вами предстанем перед Богом, то тогда понятие Бога становится абстракцией. А так она и есть. Абстракция значит ничего, мы не как делать. Так она, кстати, и есть. Огромное количество людей верует в Бога, но судный мир. А посторонний мир относится к великамусу. Некоторые говорят, что они могут это увидеть, если там жизнь вообще не по говорим. И находясь, последнее, во что надо абсолютно верить, это пророта. Почему пророта надо абсолютно верить? Потому что Бог с человеком непосредственно никогда не общается. Ангел с человеком непосредственно никогда не общается. кроме тех, а это из миллиардов один, которые Бог избирает. н все и в